Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. На прошлой неделе, в четверг, я был два дня назад в открытии на очередной встрече с инвесторами. И аналитики открытия давали, во-первых, свое видение мировым процессам, что нас ждет в ближайшее время. По их мнению и что нам делать, как инвесторам, то же самое. Вот, и сейчас я хочу пересказать несколько своими словами их точку зрения, которая, в общем сказать, ну, мне показалась очень здравой. На самом деле. Итак, ну, самый главный сейчас фактор, который действует в мировой экономике, это так называемая торговая война Америки и Китая. И в чем там суть, на самом деле? Ну, вы знаете, что переговоры там сорвались, когда Трамп неоднозначные твиты писал, значит, что эти переговоры очень быстро, скоро завершатся или не завершатся никогда. Вот, и, соответственно, в чем суть этих переговоров, как видят ее аналитики? Смотрите. Ну, суть такая, что за последнее время Китай давал бешеные темпы роста экономики и внезапно очень быстро вырос по экономической мощи и стал, в общем, второй по величине экономической державой. До этого безраздельно там была Америка, сейчас, в общем сказать, Китай и Америка примерно одинаковые по экономической мощи. И у Китая темпы роста экономики продолжают оставаться высокими, хотя сейчас очень сильно снизились. Вот, но, тем не менее, всем достаточно очевидно, что Китай в ближайшее время станет первой экономической страной в мире, первой экономикой в мире. И, ну, вот на самом деле именно это и есть главным конфликтом, как считают аналитики открытия. Ну, а повод, я когда учился в школе еще, нас учила учительница по истории, она говорила, что в любых исторических событиях надо искать причину и повод. Повод это то, о чем все кричат в газетах, а причина всегда намного глубже. Так вот, основная причина, вот, по мнению аналитиков, именно это, а повод был, ну, да, существенный дисбаланс в торговле между США и Китаем. Последние годы Америка настоятельно требовала от Китая, чтобы он укрепил свой юань, курс своего юаня повысил, ну, для того, чтобы уравнять этот торговый дисбаланс. На что Китай упорно не шел, он говорил, что нас все устраивает, мы хотим, чтобы Китай как страна развивалась, что естественно. Вот, и, вот, Трамп сказал, ну, хорошо, для того, чтобы устранить тогда торговый дисбаланс, если вы такие, а он составляет на данный момент 1 к 5, Трамп сказал, я тогда буду вводить повышенные пошлины. То есть, и сначала он сделал такой робкий шаг, ввел пошлины 10% на 50 миллиардов китайского импорта. Китай с легкостью ответил тем же на американские товары. Потом, вот, внезапно ввел, то есть повысил эти пошлины до 25%, а, сначала потом ввел на 200 миллиардов, потом повысил на 25%, вот, ну, и сейчас грозится на весь оставшийся импорт из Китая увеличить торговые пошлины на 25%. Вот, ну, Китай, соответственно, отвечает тем же. И есть еще один фактор. Дело в том, что на Китай уже не очень-то поднажмешь, потому что Китай построил свою, во-первых, экономику, которая очень во многом не так, чтобы зависит от Америки. То есть, у них есть своя платежная система, своя банковская система, свой интернет. Вот, то есть, Китай оградился от внешнего интернета и создал свои, там, значит, интернет-ресурсы, которые, в общем-то сказать, но говорят, что WeChat, он объединяет, в общем-то сказать, себе функции мессенджеров и социальных сетей, и вообще всего-всего-всего. Вот, он чисто китайский. Поэтому Китай от этого не зависит. И, соответственно, теперь Трамп говорит, я буду пошлины выводить. Вот, и еще один момент, вот, очень-очень важный. Дело в том, что, ну, Китай за счет того, что у них дешевая рабочая сила, значит, поднимался, и буржуи там строили всякие заводы, Китай перенимал все эти технологии очень шустренько. И в последнее время Китай начал очень активно поставлять собственное телекоммуникационное оборудование. Вот эти вот всякие сети 4G, 4G, они... Китай самый большой поставщик в мире. И конкретно в Китае самый большой поставщик в мире телекоммуникационного оборудования это компания Huawei. Вот. Компания Huawei поставляет телекоммуникационное оборудование во всем мире для сетей 4G. Но сети 4G, стандарт 4G, принадлежит американцам. И весь мир платит американцам ройалти. То есть все вот эти сотовые операторы, МТС и Билайны, которые... Мегафоны, которые используют все эти 4G. Часть оплаты нашей идет американцам за то, что они разрешили нам пользоваться их патентом. Вот на это изобретение 4G. И еще часть, меньшая, идет поставщикам оборудования, то есть компании Huawei, китайцам. Так вот, друзья мои, сейчас мы стоим на пороге следующего и достаточно серьезного шага в мировых телекоммуникациях. То есть сейчас полным ходом идут разработки сетей 5G, стандарта 5G. Об этом уже говорят, об этом говорят, что вот мы будем тестировать. Но пока еще этот стандарт не устаканился. И вот этот стандарт разрабатывают параллельно китайцы и американцы. Ну, я думаю, что вы понимаете, что со стороны Китая этот стандарт разрабатывает компания Huawei. Вот. И платежи по роялти вот этим, да, то есть за каждую, так сказать, как бы, ну, сеанс связи, за каждый мегабайт все пользователи платят, ну, какую-то плату, куда идет эта плата. Ну, в том числе тому, кто ввел этот стандарт, тому, кто поставил оборудование. Вот. Соответственно, речь идет о следующем. Кто первый запатентует стандарт на сети 5G и кто будет получать вот это самое роялти. А роялти это основные деньги в этом деле. Вот. То есть драка идет, на самом деле, именно за это. И, ну, компания Huawei, понятно, что какие-то идеи там тырит, грубо говоря, у американцев. Американцы раньше на это закрывали глаза. Сейчас понятно, что они возмущаются. Вот. Ну, китайцы сами тоже не дураки. И поэтому вот американцы делают все возможное, чтобы это дело остановить. Ну, и вот все причины торговых войн компании, в частности, Huawei. Почему на нее именно приходится основной удар. Именно поэтому, то есть, американцы могут говорить все, что угодно, что там они тырят и так далее, что они там нечестно работают. Ну, на самом деле, просто американцы хотят угробить эту компанию. И чтобы, ну, по крайней мере, захватить весь мир. Что считают аналитики открытия? Что они ждут, вообще говоря? А ждут они следующее, что, да, торговая война будет вот это продолжаться. Кто от нее пострадает? Ну, уже страдает очень сильно китайский рынок вот этой торговой войны. Очень здорово страдает и американский рынок. То есть, это тоже понятно, что будет. Ну, аналитики ожидают, что китайцы ведут свой стандарт 5G. Американцы ведут свой стандарт 5G и будут делить весь мир пополам. То есть, какой-то мир будет использовать американский 5G, какая-то часть мира будет использовать китайский 5G. И, соответственно, ну, будут какие-то варианты для того, чтобы транслировать китайский 5G в американский 5G. У кого-то будет, может быть, оба стандарта. Какой из них победит, неизвестно. Вот, ну, что можно сказать определенно, что китайский будет дешевле. Вот. И что это значит? Это значит, что в ближайшее время в мире, в общем-то сказать, как бы такого глобального спада не происходит. Спады происходят в связи с вот этими торговыми войнами. Но, в общем-то сказать, на нас это, слава богу, не очень сильно отражается. Вот, поэтому они ожидают боковой тренд. Вот. Какие еще моменты? Да, и в этом свете, они говорят, что американские компании, которые из высокотехнологического сектора, типа NASDAQ, вот, они теряют, во-первых, на этом больше всего, и они больше всего переоценены на самом деле. Вот. То есть, там приводились графики, что, в общем-то сказать, по экономическим параметрам пока еще рынок американский не сильно переоценен, но переоценен высокотехнологический сектор NASDAQ. И, соответственно, секторы потребления вполне себе хорошо чувствуют. В Америке сейчас безработица на минимальных уровнях. Индекс S&P 500 близок к историческим максимумам. То есть, соответственно, как бы, в этом смысле потребление на очень хорошем уровне, но потенциал для роста отсутствует, потому что отсутствует безработица. Вот. То есть, нет дешевой рабочей силы, которая готова взяться за что-то, а дорогую рабочую силу, ну, как бы, если рабочая сила дорогая, то сильно не разгонишься, это влияет на прибыль. Поэтому будет боковой тренд. В этой связи, что они предполагают, какие секторы будут развиваться? Ну, прежде всего, они сказали, что... Так. Ну, они предлагают структурные продукты, открытия. Какие? Они говорят, что... Так, сейчас первый структурный продукт. Не помню. Они говорят, что очень хорошо чувствует себя компания Филипп Моррис. Это табачная компания, и вы знаете, что сейчас потребление табака падает. И табачные компании, в частности, Филипп Моррис, что сделали? Они придумали новый способ, технологию Айкос. Вот, электронные сигареты, там нагревается табак как-то. Утверждается, что это намного, намного, ну, лучше, намного... Я бы не сказал полезнее, но, так сказать, как бы вред снижен там в разы. И, на самом деле, прибыль вот от этих электронных сигарет Айкос очень сильно превышает прибыль от традиционных сигарет сейчас. То есть, это прямо вот вообще прет и все. И, соответственно, аналитики считают, что это... Они считали уже, так сказать, но это была уже внедрена. И, на самом деле, акции компании Филипп Моррис за последний, там, по-моему, год выросли на 30%. Вот такие дела. Второй тренд, который они говорят, что тренд на электромобили. И в этом смысле, ну, аналитики считают, что одно из первых мест будет принадлежать компании BMW. Потому что у BMW самая внятная программа в смысле электромобилей. У них план прямо расписан очень четко. И они продвинулись, ну, буквально дальше всех в этом направлении. Именно BMW. То есть, вот, а не только-только еще в самом начале этого пути. Ну, а, соответственно, тот, кто угадает этот тренд, тот и будет на высоте. То есть, есть еще один структурный продукт на акции компании, в том числе Daimler-Benz, вот, так сказать, BMW. Вот. Автопроизводители именно электромобили. То есть, они считают, что это будет трендом. Ну, что еще из структурных продуктов. Говорят, ну, если вы все-таки считаете, что кризис будет, вероятность этого нельзя никак исключить. То, как правило, люди вкладываются в золото. И золото уже давно находится на минимальных уровнях. Есть все шансы к тому, что оно начнет расти. И, соответственно, как защитный момент, они предлагают структурный продукт защиты капитала или там структурные продукты на золото, в частности, в форме ETF SPDR Gold. То есть, это ETF, который опирается на акции золотодобывающих компаний. Вот. Что еще есть? Ну, они говорят, что акции каких компаний. Когда идет потребление. Когда идет потребление сейчас на достаточно высоком уровне. А, вот. Я вспомнил, о чем я хотелось. Забыл. Это значит лакшери. Область лакшери. Смотрите, когда наступает кризис, перед кризисом люди очень хорошо зарабатывают. Есть все хорошо. Значит, там есть бизнес. Бизнес растет. Люди покупают товары из лакшери сектора. То есть, премиум, какие-то яхты, там, значит, там, ну, мода и так далее. А когда этот момент сменяется, ну, скажем так, кризисными явлениями, то что получается? А получается следующее. Люди говорят, ну, все, больше не надо вкладывать деньги в бизнес. Надо их выводить из бизнеса. И бросаются покупать, опять же, лакшери товары. Таким образом, лакшери сектор, он подвержен меньше всего кризисным явлениям. И есть тоже продукты структурные, которые они рекомендуют. Аналитики открытия. Это как раз, ну, компании, которые опираются, ну, типа, Луи Виттон моет Хенеси. Там, компания, которая владеет брендом Гуччи, там, модным, ну, и другие. Вот. То есть, вот такие направления предполагаются аналитиками открытия. А так как тренд будет боковой, то вот такие вот структурные продукты, они говорят, что, ну, у них есть повышенная доходность, там, 10-15% годовых в валюте. Соответственно, получается, что... Соответственно, получается, что это выше, чем темпы роста акций, если их покупать. То есть, вот наиболее выгодные, которые они рекомендуют, предложения. Ну, а о том, какие конкретно предложения, я расскажу уже в других видео. И о них регулярно рассказываю. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok